Кража бренда или повторение бренда – это путь в никуда, потому что вы всегда будете вторыми. Всегда очень важно смотреть в моем бизнесе на три вещи – где, что и кто. Наши стратегии на первом месте – это узнаваемость бренда. Какие самые большие ошибки допускает в бизнесе цветочного сектора? Если вы заметили, то, например, во всем мире пятизвездочные отели, они всегда ставят роскошные композиции при входе. Это подойдет для женщины такой очень яркой, очень энергичной, может быть, бизнес-вумен какой-то такой. Здесь, в Узбекистане, из-за того, что у вас роскошные застолья с огромным количеством еды, фруктов, разноплановой, и потом иногда даже просто некуда ставить цветы. Этот логотип прорисован был 9 лет назад, и ребрендинг спустя 9 лет ему не нужен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Спасибо Рада видеть вас в гостях, и давайте я проведу экскурсию. Я хочу вас познакомить с концепцией нашего салона. И прежде всего нужно понимать о том, что мы находимся в центре Ташкента, мы находимся на C1, уже в центре некуда, поэтому сама локация диктовала уровень, который должен быть здесь находиться, уровень цветочного салона. Конечно же мы ориентированы на премиум сегмент. Давайте вначале с Украины, что в 2014 году я основала Росе, и был такой концепт. И когда пришло вот такое предложение открытия в Ташкенте, мы поняли, что очень важно место. И было выбрано вот такое место, центре уже некуда, это самый центр Ташкента, C1, очень удобная локация, очень красивая. И именно локация диктует уровень, уровень сервиса, уровень товаров, уровень букетов, который должен быть здесь. Очень. Отлично. Прежде чем сделать экскурсию, я хочу вам немного рассказать об истории создания цветочного салона Росе. В Украине я его основала в 2014 году, и там даже была концепция такая, что мы премиальный салон, находимся в самом центре Харькова и являемся таким топовым. И вот здесь получается в Ташкенте, когда пришел запрос на открытие Росе в Ташкенте, понятное дело, что локация была выбрана, исходя из того, что нам уже самый центр в сердце Ташкента, для того, чтобы она была удобна для клиентов. И, конечно же, в этом месте можно открывать премиальный салон. Поэтому идемте дальше к нашему сердцу нашего салона. Это наш цветочный холодильник. Самый главный у нас товар – это букеты, которыми мы добиваемся вау-эффекта у наших клиентов. Но поскольку клиенты у нас, основная масса – это мужчины. Мужчины деловые, мужчины в бизнесе, которых нет времени, нет свободного времени на то, чтобы что-то досконально выбирать, но они хотят удивить. Поэтому мы на себя берем эту функцию и стараемся придумывать невероятные варианты букетов, которые удивят, которые покажут их статус, которые добьются вау-эффекта. И плюс к этому, из-за того, что у нас в принципе в концепции – это цветы и подарки, flowers and present, у нас идет подборка европейских брендов, подарков, которые дополняют букет. То есть концепция такая, что цветы плюс что-то. Поэтому это такой комплексный получается подарок у мужчины, который 100% добьется вау-эффекта. Идемте в сердце нашего салона, в холодильник. Один из примеров букетов, который 100% такой хитовый, который 100% нравится и мужчинам, и женщинам. Плотный, но такой достаточно разноплановый, много пионов, гортензий, пиановидных роз. И вообще, в принципе, здесь он собран полностью из голландских цветов. У нас, мы сами импортеры голландских цветов. Мы привозим, выбираем на аукционе в Голландии и нам сюда их доставляют. Посмотрите. Отлично. Класс. Класс. Отлично. К каждому букету мы подходим индивидуально. Поэтому у нас, когда приходят клиенты, мы слышим запрос, для кого это, какой возраст, какая внешность у женщины или у девушки. И таким образом мы передаем те эмоции, те чувства, которые вкладывает, и энергию, конечно же, вкладывает мужчина при покупке цветов. Мы вкладываем букет, и это всё ощущается. Это я проверила на своём многолетнем опыте, что энергия, когда ты делаешь по запросу, вкладываешь эти все чувства мужчины через себя, как через проводника. Да, флористы такие проводники через букет, то отвлека от этого букета намного, намного, намного больше. Отлично. Это подойдёт для женщины такой вот очень яркой, очень энергичной, может быть, бизнес-вумен, да, какой-то такой, которая очень яркая, очень такая насыщенная жизнь и которая ценит красоту. Отлично. Хочела рассказать ещё, что мы очень уделяем много внимания качеству цветов и качеству нашей продукции. Поэтому абсолютно все букеты после покупки у нас отдаются в специальных аквабоксах с водой, потому что в Узбекистане очень жарко. И для того, чтобы цветы сохраняли свою свежесть, мы отдаём их в специальных разработанных аквабоксах и в коробках транспортировочных для того, чтобы в машине у мужчины никуда ничего не падало, никто не нервничал. И всё доезжало в целости и сохранности. Поэтому вот эти такие вот, это, казалось бы, мелочь, но очень много влияет на качество, качество букетов, которые доезжают до женщины. И получается, что вот именно вот эта сохранность во время транспортировки продлевает намного, намного жизненно цветам. И, соответственно, наши цветы дольше будут стоять 100%, чем цветы, которые куплены на базаре. И для удобства всегда хочется в последний момент что-то написать. На наших бирках мы специально их разработали такими, что можно поставить сердечко, написать с любовью или вообще какие-то искренне интимные слова для того, чтобы цветы ещё и заговорили в письме. Поэтому всякие такие мелочи, да, все такие мелочи мы уделяем внимания. И я уверена, что именно вот на женщин производят впечатление вот такие вот детали, которые 100% увеличат вау-эффект от букетов и от процесса дарения. Классно, отлично. Пройдёмте дальше. Хотела вам ещё показать, что у нас есть ещё подарки, аксессуары, которые можно добавить к букету. Потому что, например, вазы – это всегда проблема. Всегда обычно у многих, у большинства, я знаю просто по своей статистике, с этим проблемой. Когда мужчина дарит букет с вазой, это очень, особенно, например, если это букет для мамы, это очень такой комплексный букет. Плюс к этому, например, для молодых девушек у нас есть дополнение – это мягкие игрушки, которые точно пойдут в такой разрыв сердечка, потому что это нравится и детям, и девушкам. Они интерьерные, эксклюзивные игрушки, которые будут потом даже просто украшать интерьер и использовать, например, большого зайца как подушка. Они очень качественные. И вообще, в принципе, здесь все товары, которые мы выбираем, они эксклюзивные для Ташкента, потому что я их лично выбираю на европейских выставках, которые проходят два раза в год. И они являются такими трендовыми, мы следим всегда за трендами и выискиваем такие очень качественные и очень оригинальные фирмы для партнерства. Ароматы для дома – прекрасное тоже дополнение к букету. Свечи тоже с ароматами, которые могут являться и как декором, и как использовать как свечу, конечно же. Разные-разные сухоцветы, искусственные цветы. И ассортимент, конечно же, у нас будет увеличиваться. Вы понимаете, что мы только открылись, поэтому искренне рады каждому-каждому посетителю. Очень классный итальянский бренд «Эдди Джи», мне он очень нравится. Значит, у них потрясающие ароматы для дома и женские, и мужские. То есть, например, для гардеробной мужской можно взять очень классный вот этот, мне прям очень нравится, и сладкий, и горький такой. Или вот этот мужской тоже. И, например, для дома это может быть комплексный такой подарок на новоселье, потому что обычно это никто не покупает сам себе, а для подарка это прекрасный вариант. Это роскошный, это «Эдди Джи», вот именно вот эти ароматы, они распространяются на 30 квадратов, и он за аромат такой очень дорогой и очень приятный. То есть, он не вызывает неприязни такой насыщенности, он очень легкий и очень приятно, когда в доме есть такие ароматы. Подарочные наборы той же фирмы «Эдди Джи», здесь ароматизированная свеча, плюс тоже ароматы, долго очень не держатся. И вообще, в принципе, вот когда хорошие качественные ароматы для дома, они, во-первых, не такие насыщенные, и они очень многослойные, поэтому вот дом становится таким вот, насыщается дорогим, богатым ароматом. Идемте дальше. Классно. В этой стороне у нас тоже предметы декора, другого бренда, здесь у нас Германия. Вообще у нас, в принципе, все товары представлены европейских брендов, это Италия, Германия, Швеция. То есть мы рассматриваем именно на европейское качество. И здесь тоже разноплановые такие вазы, которые будут очень красиво смотреться в интерьере и даже без цветов. То есть всегда очень интересно, когда вазы являются и декором, как самим. То есть вот это, например, это золотая клубника, она очень будет красивой и просто так без цветов смотреться. Но когда в нее попадают цветы, она вообще оживает. И это очень-очень-очень красиво смотрится. Плюс к этому, например, вот немецкие вазы, они достаточно лаконичные, простые, строгие. И мне очень нравится, что их можно использовать в качестве фруктовницы. То есть набросать туда яблок, и это тоже превращается в ваза в декор. И это в интерьере всегда очень красиво смотрится. Поскольку мы являемся еще декораторами мероприятий, поэтому для нас очень важны всякие такие декоративные элементы, которые мы, кстати, учим наших клиентов, рассказываем, как правильно использовать, как правильно подбирать для интерьера. И на самом деле мы можем для вашего интерьера подобрать такой декор, который именно увеличит такую приятную атмосферу в вашем доме и сделает его более уютным. И, конечно же, мы показываем, как этими вазами можно оформить домашний стол. И сейчас я хочу вам сделать маленький мастер-класс. Отлично. Так, небольшой личный мастер-класс, который явно украсит наш выпуск, потому что всегда, когда цветы попадают в кадре, это становится просто волшебно. Вот, поэтому хотела вам подарить праздник, хотела вам показать, как можно при помощи даже небольшого количества цветов украсить стол. И насколько сразу улучшается вообще, в принципе, атмосфера, насколько сразу здесь все становится красиво. И насколько цветы на столе, на любом застолье превратят его просто в грандиозный праздник и сделают его особенным. Потому что очень многие на это не обращают внимания, особенно, я так понимаю, вот здесь в Узбекистане. Из-за того, что у вас роскошные застолья с огромным количеством еды, фруктов, разноплановые. И потом иногда даже просто некуда ставить цветы, да, и на это не смотрят. Но уже украсив несколько мероприятий, буквально там на 20 человек, то есть это не свадьба. Мы не говорим про огромные мероприятия, но мы попозже о них тоже поговорим. Это просто застолье день рождения, например, был мужчиной. Когда мы поставили небольшое количество цветов, но очень правильно изысканно, это стало вкусным. То есть ты заходишь, у тебя вау, сразу эффект. И цветы добавляют любому мероприятию статусность. Потому что это предметы роскоши, на которых многие экономят. Поэтому, когда есть цветы, то любой праздник становится на высокий уровень. Статус самый высший. Да, статус высший. Это то же самое, что когда, почему вот у нас есть партнерские программы, кстати, для B2B, для ресторанов, для отелей. Как только появляются цветы живые на столе, на ресепшн, статус мероприятия, он, ой, не мероприятия, а статус организации, статус ресторана становится намного выше, потому что использованы свежие цветы. Если вы заметили, то, например, там во всем мире пятизвездочные отели, они всегда ставят роскошные композиции при входе. И это не все делают, это делают именно очень высокого уровня и, соответственно, туда все потом хотят попасть. Да. Я делаю сейчас композицию не для такого прям обеденного стола. То есть мы представили, что это такое, как стол в отеле для входа, да, потому что композиция высокая, поэтому для людей, которые будут потом сидеть, она будет мешать. То есть есть определенные стандарты, которые мы знаем и которые мы используем. То есть, например, композиция должна быть ниже 20 сантиметров или выше 70 сантиметров для того, чтобы не мешать собеседникам. И эти все стандарты мы используем, когда мы оформляем мероприятия, и они не будут мешать за столом. Давай. 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 Мы, кстати, занимаемся еще оформлением мероприятий. И, конечно же, когда идет комплексное такое большое оформление, то там идут большие, огромные могут быть и фотозоны, и там огромные композиции за молодоженами, например, если это свадьба. Поэтому мы разрабатываем это вот именно в одной концепции, начиная от входной группы, заканчивая мелких деталей на столе. И вы, если обратитесь к нам, то получите грандиозное такое очень эксклюзивное оформление, потому что я являюсь декоратором. Я занимаюсь декорацией, декорациями более 15 лет, и в нашей концепции всегда, то есть мы не масс-маркет в оформлении, да, то есть мы не штампуем там одну и ту же арку искусственными цветами. Мы разрабатываем что-то эксклюзивное именно под вас для того, чтобы мероприятие получилось индивидуальным. Поэтому, если вы обратитесь к нам по оформлению, то вы 100% получите очень эксклюзивную картинку и очень оригинальную. И вау-эффект это 100%, это я вам гарантирую. Отлично. Позднее, а вы оригинально? Да. Да, со стороны это всегда очень. Все очень просто и все очень легко. Да. Знаете, как на работу профессионала можно смотреть вечно. Обожаю смотреть на работу других людей, которые профессионально что-то делают, это сразу видно. Да. Очень красиво. Так, я сюда вас подвину. Хотите поставить? Да, давайте. Давайте. Да, да. У меня просто все становятся флористами. Да. Салон Розе. Да, да. Сколько деталей. Да. Сейчас мне еще поможет убрать чуть-чуть Руфа. Руфа, бери, пожалуйста. Да, и мелкие детали. Еще если мы поставим сюда свечи, то такой получился очень романтический такой, в саду, да, представим где-то, романтика. И на самом деле это не так, в принципе, затратно. Но сразу оригинально и сразу уровень того мероприятия или того заведения, где такое будет стоять, будет сразу подниматься. Поэтому мы рады сотрудничеству, мы рады сотрудничеству и B2B, и мы с удовольствием привезем голландские цветы. Например, если у вас ресторан, то у нас есть обслуживание. Каждую неделю мы можем привозить и ставить. Флорист профессионально привозит и ставит цветы. Или если это у вас какое-то частное мероприятие, то мы с радостью его украсим нашими невероятными цветами. Отлично. Зор. Все? Вообще симфония? Симфония, да. Это реально симфония? Да, симфония. Дахшан. Так как каждый цветок на своем месте. Да. Это как бизнес. Это наш дом. Каждый должен быть на своем месте. Отлично. Брендинг – очень важный вообще вопрос. И это такая моя сильная сторона в бизнесе, потому что я очень многое уделяю этому моменту. Потому что бренд – это не просто повесить вывеску. Нет, это вообще… Вывеска – это конечный результат. Бренд – это то, что вы вкладываете. Что вы вкладываете в ваше название. Как вы его пишете. Как транслирует потом весь коллектив этот бренд. Потому что не вы будете лично транслировать этот бренд, а разговаривать на языке бренда будет команда. В Узбекистане с этим есть проблемы. Потому что я так понимаю, что из того, что была страна закрытая, у вас не было откуда это все черпать, откуда это все смотреть. И вот это копирование здесь прямо очень близко. Но я всегда говорю, путь кражи бренда или повторение бренда – это путь в никуда. Потому что вы всегда будете вторыми. Вы обречены на неуспех. Потому что первый будет тот, кто это придумал. Вы будете не Adidas, вы будете Abibas. И вас не будут помнить, потому что вы будете повтором. Поэтому никогда не копируйте, никогда не крадите. Отличайте от других. Нужно не отличаться даже, нужно создавать вот отсюда, от сердца. То, что здесь, и оно все потом выходит в бренд. И таким образом, как бы вы не хотели повторить, вы не сделаете, так сделаю и я. Потому что это мое, это часть меня. Возвращаясь к вопросу бренда, повторюсь, что бренд – это не просто название, это не просто вывеска. Повесили и все это бренд. Нет, это намного глубже. Потому что, например, на примере нашего логотипа можно многое рассказать. Вот, например, вот просто мне интересно, что вы ощущаете, что вы чувствуете, что транслирует логотип для вас. А потом я расскажу, что я в него вкладываю. Здесь очень большая харизма. Я вижу и элементы Porsche, элементы Rolls-Royce, элементы Rixx. Да, то есть бренд транслирует роскошь. Во-первых, шрифт, который ассоциируется с разными отелями или брендами, которые уже устойчивые, дорогие и роскошные. Но шрифт здесь переделанный чуть-чуть, для того, чтобы он был лично наш. Росе. Почему Росе? К тому моменту, когда я открывала, логично было бы взять мою фамилию, как дизайнера. Но мне хотелось, чтобы было название, потому что другому человеку, который работает в команде, носить фамилию на плечах, ну, вернее, на форме другого человека не совсем комфортно. Согласен. Да, это как-то странно. То есть нужный бренд, который все будут с радостью на себя одевать. Поэтому однозначно название. Вот. Поэтому я думала или на букву А, чтобы быть первым в этом алфавите, или я подумала, что нужно по-другому пойти. Самый продаваемый цветок в мире – это роза. Поэтому роза. Вот. Но когда я проверила, да, что сколько этих роз, розали и так далее, и подобное, я думаю, надо усилить, что-то усилить, что-то добавить. Пытались мы там соединять, не, 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 не хотелось, не ложилось на язык этот раз. Звучное. Во-вторых, слишком длинное. То есть название должно быть пять букв максимум, потому что иначе потом слишком длинное люди не запоминают. Вот. Плюс к этому у меня уже был бренд по декору, мероприятие, он назывался Adonis, и для меня символично было буква «С», это как доллар. То есть, опять же, это я верю. Если я верю, оно так есть. То есть я усилила, да, что буква «С», то есть первые по продажам в мире роза, при этом мой символ доллара, который я вложила, и я его усилила. Да, потом я хотела, из-за того, что вот есть название, мне нужно подвязать туда символику цветов. Или мне нужно было усиливать то, что первое. Первое – это корона. Я думала делать корону, но потом думаю, надо же цветы, все равно должна быть ассоциация с цветами. Вот. И я взяла Дэвид Остин, это очень дорогая роза, вот, которая тоже, если мы посмотрим, представим, что это тоже выглядит как корона. Вот. И плюс обязательная рамочка, которая дает эмоциональную твердость. То есть обычно такие бренды устойчивые, как в банках, какие-то такие корпорации. Обратите внимание, они все имеют рамочку, потому что рамочка – это дает стандартный эффект, да, то есть стандартизация, вот, и устойчивый бренд. Вот. Ну и вот, пожалуйста. И расшифровка «Flowers and Presents» – цветы и подарки. Все ясно. И что вот прям большая гордость, этот логотип прорисован был 9 лет назад, и ребрендинг спустя 9 лет ему не нужен, он актуален сейчас. Это очень круто. И прочный брендинг. Потому что очень многие бренды делают ребрендинг, и через там раз, через 3-4 года он уже не актуален. Здесь он до сих пор актуален, и мне это прям очень нравится. Ну, это хорошая работа. Спасибо. Спасибо. Ну и у нас есть традиция. Мы обычно любим свои аудиторы, мы любим дарить комплименты. Я думаю, комплимент или эквивалентную сумму, на какую-то, которую вы озвучите, будет приятный комплимент для нашей аудитории. По традиции, когда достигаем 1000 лайков и 10 или 10 тысяч просмотров, 2 чекпоинта, вы выбираете победителя. Для этого наши зрители, подписчики должны или минимум написать «Росе», или давать хороший фидбэк, какой инсайт они сегодня получили. Да, это было бы очень приятно. Ну и также задавать вопросы про бизнес, флористики или про другие темы, которые мы, наверное, не смогли раскрыть. Какой комплимент, на какую сумму, какой ваучер вы сегодня предложите нашим аудиторам? Во-первых, мы дарим по… Давайте придумаем вместе промокод, название… М-фактор. Да, М-фактор, постоянную 10% скидку для всех. Ценность этой скидки в том, что, чтобы получить у нас, нужно сделать несколько покупок, а сейчас мы дарим всем, и она не сгораемая. Она постоянно, не зависит от объема, и она постоянно, которая может увеличиваться от ваших посещений к нам, скажем так, это раз. И, во-вторых, мы дарим два букета на по миллиону. Да, на сумму миллион. Значит, уважаемые подписчики, уважаемые зрители, любое время, проходя в салон Росе, вы скажете промокод М-фактора, я-то М-фактора, у вас есть, по-моему, 10% скидки, это уже радует всех. Да, это приятно. Те люди, которые оценили или решили купить, и благодаря проекте М-фактора приехали, у вас будет возможность узнать. Ну и точно так же нашим коллегам, нашим друзьям, нашим партнерам будет ясно, по какому каналу наши зрители дают больше эффекта. Ну и реальный чекпоинт в количестве 10 тысяч просмотров и тысячи лайков дает возможность объявить победителя, который выберет Елена. Да, при том мы выдадим тогда сертификат, он будет действительным до конца года, и вы сможете тогда этот букет подарить на какую-то дату для своих любимых. На сумму 1 миллион, на продукт букет. Спасибо вам большое. И я жду вас на своей странице в Инстаграм, там я делюсь по брендингу. Инстаграм-канал Росе. Росе у нас, да, Росе Плаверс Уз. И на мой личный. Мы напишем это. Да, еще ваши объявите, а мы в описании обязательно пишем. Надеюсь, что я смогла поделиться своей любовью к своему делу, к цветам, заразить вас красотой, эстетикой, показать, что вообще, в принципе, все возможно в жизни. Главное этого хотеть. И главное, работать, идти упорно и любить свое дело, и транслировать эту любовь через свой продукт, и думать, как же мой продукт поменяет мир. Мой продукт точно сделает этот мир прекраснее. Есть хорошее высказывание. То, что выходит из сердца, доходит до сердца. Поверьте, сегодня вы от души и сердца все рассказали. Я даже видел, как ваши глаза горят. Это наши зрители тоже почувствуют. Спасибо вам большое за теплый приятный. Спасибо. Очень приятно. Я желаю, чтобы проект Росе развивался, процветал, и чтобы клиентов было больше. Так и будет. Так и будет. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.